Я рад приветствовать всех, кто присоединился к этой трансляции, всех, кто присоединился к этому богослужению. Добро пожаловать в Церковь Завета на богослужение нашему Господу. Я уверен, что мы служим не только здесь, на этом месте, откуда происходит эта трансляция, но на всяком месте. Господь видит сердце каждого из вас. Однажды Бог использовал апостола Петра, чтобы принести спасение в дом Корнилия. Это был язычник, это ведь был римский воин. И когда апостол Петр пришел к нему, потому что Господь направил его туда, то он признался, что сам бы никогда не пришел к язычнику, потому что иудею неправильно общаться с язычниками, так он понимал во всяком случае. И когда он пришел и услышал то, что Корнилий рассказал ему, то Петр ответил, вот истинно вижу, что Богу приятен каждый человек, который поклоняется ему, который любит его, который обращает свое сердце к нему. Понимаете? Тогда они думали, что только иудеев Бог видит, но для Петра было целое откровение, что оказывается, Бог видит каждого человека, и Богу приятен каждый человек, который свое сердце открывает к нему, к Богу, который ищет искренне его. Мне кажется, сегодня тоже бывают разные понимания, когда кажется, ну, наверное, Бог любит вот какого-нибудь апостола, пастыря или того, кто вот сейчас там служит, что-то делает, а я знаю, что Богу приятен, то есть Бог расположен каждому человеку на всяком месте, и Он видит каждого человека, сердце которого открыто, сердце которого посвящено Богу, уши которого внимательны к тому, что Бог будет говорить. И я верю, что Бог приготовил сегодня послание для каждого из нас. Я верю, что Он любит, и из Своей любви говорит каждое слово к Церкви. Из Своей любви на страницах Святого Писания Он оставил эти многочисленные наставления, как выражение любви и заботы каждому из нас. Поэтому давайте будем внимательны к тому, что Дух Божий будет говорить сегодня в наших сердцах. Итак, прежде всего, я хочу сегодня задать вам вопрос. Не знаю, для кого Он будет легким, для кого трудным, но вот что я хочу спросить. Готовы ли вы встретиться с Господом прямо сейчас? В это время, которое мы называем последним, где мы видим проявление, признаки, все эти признаки, о которых говорил Иисус Христос, во всяком случае, в начале, но мы видим, что они начинают сбываться, то я думаю, что этот вопрос становится как никогда актуальным. Готовы ли вы встретиться с Господом прямо сейчас? И если вы скажете «нет», то тогда вопрос «почему?», а что мешает вам быть готовым к встрече с Господом прямо сейчас? И если вы не готовы сейчас, то где гарантия, что вы будете готовы в тот неожиданный день, когда все начнет происходить с особенным ускорением, и люди не будут понимать, что здесь будет происходить, и придет однажды Господь? Где гарантия, что вы тогда будете готовы, если не готовы сейчас? И напротив, если вы скажете «да, пастор, я готов, я готова, прямо сейчас, я бы прямо сейчас, я люблю Господа», то тогда тоже вопрос «почему?», что дает вам уверенность сегодня в том, что когда ваша жизнь закончится на этой земле, вы будете в вечности с Господом? Что дает вам эту гарантию? Что дает вам эту надежду? Я предлагаю сегодня порассудить с вами об этом. Вы знаете, апостол Петр утверждает, что для того, чтобы быть готовыми, нам надо быть какими-то особенными. То есть есть определенные условия для того, чтобы быть готовыми к этой встрече с Господом. Я хочу прочитать вам то, что говорит апостол Петр в первом послании Петра, это записано в 3 главе, 15 стих. «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением». Оказывается, даже здесь, уже на земле, мы должны быть готовы дать отчет в своем уповании, почему мы надеемся, почему мы верим, что с нами сегодня все в порядке. Я заметил, что, как это ни странно, но иногда люди не хотят даже размышлять об этом, они не хотят говорить об этом, они говорят, ну это мое, я с Господом имею отношение, как бы не лезть туда дальше. И для меня это откровенно странно, потому что апостол Петр говорит, что если ты в правильном состоянии перед Богом, то это естественно, что ты хочешь говорить об этом. Это знаете, как отличники, которые всегда тянут руку. Они говорят, да-да, мы знаем правильный ответ, они уже приготовились и они готовы отвечать. Но двоечники обычно на задней парте сидят, и они не хотят, чтобы их спросили. Они делают вид, что ничего не видят, не понимают, не слышат. Иногда мы перед Богом можем так выглядеть. Но апостол Петр говорит, что будьте готовы всегда дать отчет, причем всякому, неважно, кто потребует у вас этого отчета, будьте готовы. Поэтому сегодня я прошу вас дать отчет в своем уповании. Скажите, перед кем? Перед самими собой. Перед собой. Будьте способны дать отчет хотя бы перед самими собой. Ну ладно, иногда мы не хотим разговаривать с другими людьми, давать отчитываться перед кем-то. Но, извините, если даже перед самими собой вы не хотите поразмыслить об этом, то тогда что-то странно, тогда точно что-то не так. Поэтому я предлагаю вам сегодня подумать о самих, о себе. Все ли в порядке? Готовы ли вы? И что дает вам эту уверенность в вашей готовности? Послушайте, теперь второе послание Петра, третья глава, с 10 стиха. «Придет же день Господень, как тать ночью». Интересное сравнение. «Придет день Господень, как вор». Тать – это значит вор. «Придет день Господень, апостол Петр говорит, и для некоторых людей он будет как будто вор, который обкрадывает кого-то». Я думаю, что можно сравнить это с тем, что произошло с Лотом. С Лотом, о котором Писание говорит, что он, живя среди развратных людей, мучился в праведной своей душе. Мучился, но все-таки оставался в этом окружении. Так вот, Лот, он находился в этом Содоме, и для него пришествие Господа, который пришел, чтобы посмотреть, на самом ли деле все так плохо, как он сказал Аврааму, на самом ли деле все так плохо, как я слышу, приду и посмотрю. И вот Господь приходит в этот город. Для этого города пришел день Господень, прям пришествие Господа в то место. И мы знаем, как все закончилось, как огонь сошел с неба, как огонь уничтожил абсолютно все. И Лот, который к тому времени накопил достаточно большое имущество, он был достаточно богатым, он был настолько богатым, что однажды даже сказал Аврааму, что мы не можем здесь на одной земле жить, нам надо как-то подальше друг от друга, потому что стада такие большие, что он просто непоместительный для ближайшего соседства. Они разделились. Авраам пошел дальше, ища какого-то особенного места, где бы он видел, как Бог действует. А Лот избрал, по взгляду очей, приятное, удобное место жительства для него по-человечески. И он поселился в Содоме, потому что, ну, это был укрепленный город, это был достаточно обеспеченный город, там можно было торговать, там можно было получать достаточно большую прибыль. И хотя он не был бедным человеком, но ему хотелось, по всей видимости, еще больше, так вот он накопил немало. Он торговал, занимался торговлей в этом городе, он обеспечивал свою семью с избытком, ему казалось, что все хорошо. В один день Лот лишился всего. В этот же день Господь разговаривает с Авраамом. И Авраам, который искал чего-то большего, чем просто устройство на этой земле. Авраам слышит необыкновенное обетование в свою жизнь. Ему на тот момент, по всей видимости, уже сто лет. И Саре его девяносто, его жене девяносто лет. И Бог говорит, через год я дам тебе ребенка. Через год сын у тебя родится. Авраам старенький, но такой же открытый для Господа, говорит, аминь. Пусть будет так. Хотя Сара смеется. Они не представляют, как это возможно. Это забавно даже звучит. Но они верят, слыша удивительное обетование, фактически мечту всей их жизни. Они так хотели иметь ребенка, наследника, которому бы они передавали все свое знание о Боге и наследстве. Так вот, Авраам, не имея этого укрепленного города, не имея какой-то защищенности человеческой, не имея удобств многих человеческих, которые были в этом садоме, он слышит от Господа в этот день обетования, который открывает для него невероятную панораму будущего. В этот же день Лот теряет абсолютно все. Он теряет все свое имущество. Он вынужден со своей семьей бежать куда-то в горы, чтобы спастись от гнева Божьего, который сейчас обрушится на этих города нечестивцев. И пожрет просто все имущество и их самих. Жена так и не смогла отлепиться. Так не смогла отлепить от этого своего взгляда, от этого удобства, от этой защищенности, от этого комфорта. И хотя Господь сказал, не оборачивайся, беги просто отсюда, просто бегите отсюда. Души свои хотя бы спаситесь, тела хотя бы свои спасите, семью свою спасите, бегите. Вы уже ничего здесь не сможете остановить. Она не может послушаться Бога. И она оборачивается и превращается в соляной столб. Две дочери, которых, я думаю, Лот так любил. Думаю, что о которых молился, как мы сегодня молимся о наших детях. Я думаю, что и Лот молился, потому что написано, что в душе своей он был все-таки праведным. Он любил праведность. Он любил Бога, но при всем при этом оставался в этом окружении, где ему было удобнее, где ему было комфортнее. Он все-таки избрал этот комфорт. И в результате эти две дочери, они напоили его, сделали его пьяным до бесчувствия и по очереди переспали с ним. Страшная судьба, страшная судьба. Казалось бы, вот только что, процветание, только что, такой успех, казалось бы, ничего не предвещает беды. Возможно, Лот смотрел где-то на Авраама и думал, думал, не знаю, может быть, но он думал, что, ну, явно же здесь комфортнее. Но зачем шарахаться где-то по пустыням? Но зачем ходить там непонятно где? Зачем лишать себя всего этого удобства, этого мира, комфорта? Я же не касаюсь ничего этого. Я же не пользуюсь этим грехами. Я же не вместе с ними. Ну да, тяжело. Конечно, тяжело. Трудно. В окружении написано, что он мучился. И знаете, в оригинале я посмотрел, это просто, ну, муки, это какое-то насилие прямо над душой. Написано, что он мучился, он терпел эти мучения в праведной душе своей. Ему было плохо, некомфортно. Но, скорее всего, он объяснял, ну, а как же дети мои? Ну, а как же жена моя? Ну, я вот был, у меня так трудностей много в жизни было. По пустыне мы так долго шли. Скольких мы похоронили. Как тяжело все было, как тяжело было хлеб свой добывать. Я хочу, чтобы у моих детей было лучше. Почему они должны по пустыне всю жизнь бегать? Ну, здесь же нормально. Но я ведь хочу оберечь их. Я думаю, что он воспитывал их. Я думаю, что он старался вложить в них ценности правильные. Но он избрал жить в окружении комфорта и удобства, несмотря на то, что кругом был разврат. Несмотря на то, что, Писание так и говорит, он, видя и слыша дела беззаконные, мучился. Он все видел, он все слышал, он понимал, с кем общаются его дети. Он понимал, к чему прилепляется его жена. Он все это видел, он все это слышал. Он слышал эти маты, он слышал этот ругань. Он слышал, что окружает его семью. Он мучился, ему было плохо. Но он выбрал все-таки жить в комфорте, быть обеспеченным, ни в чем не нуждаться. И в результате мы видим трагедию в его жизни. Драгоценные. Я думаю, что об этом говорит Писание. И апостол Петр, он говорит, придет же день, Господень как тать ночью. Для кого-то он просто будет как вор, где человек лишается всего. И когда, и тогда небеса с шумом придут, и стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего, в которой воспламененные небеса разрушатся. И разгоревшиеся стихии растают или расплавятся. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда или в оригинале праведность. Дорогие, апостол Петр говорит, что точно так же, как во времена Лота, вот все это сгорело подобным образом. Иисус также предупреждал подобным образом. Однажды, и по всей видимости, уже недолго ждать этого времени, когда огонь с неба будет сходить, когда огромные землетрясения будут колебать эту землю, когда люди будут не знать, куда просто деться и куда спрятаться. Мы уже близко к этому времени. И не знаю, понимаете ли вы, о чем речь или нет. Я, может быть, чуть-чуть понимаю, потому что в 95-м году я уже был здесь, в Новосибирске, а там на моей родине, на Сахалине, было землетрясение. За 17 секунд был уничтожен целый поселок Нефтегорск. Я жил недалеко от этого поселка в городе Аха, и там тоже были определенные колебания, не такие сильные, как в Нефтегорске, но мои родители и все люди, абсолютно все в городе, они выбежали из своих домов. И они, насколько я помню, недели две, кто как, конечно, кто больше, кто меньше, жили на улицах. Они делали палатки, они жили в машинах. Не важно, был комфорт, не важны были удобства какие-то. Они жили в страхе, зная, что произошло. Вот, за несколько десятков километров с Нефтегорском, они жили, боясь, что сейчас все эти удобства разрушатся. И они боялись за свои души. Я чуть-чуть представляю, что они там переживали. То, что будет происходить в последние дни на этой земле, не сравнится с тем, что там было. Это будет в разы масштабнее. Это будет намного серьезнее и страшнее. Люди будут бежать в горы от всего своего комфорта и просто бояться, что сейчас они погибнут. Апостол Петр говорит, что в это время мы с вами должны быть какими-то особенными. Не так ли? Ведь об этом он говорит. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, которые ожидают этого Дня Божьего? То есть мы какими-то должны быть другими? Получается, мы чем-то должны отличаться от всех окружающих. Не так ли? По всей видимости, есть какое-то условие, какой-то уровень, которого мы должны придерживаться в жизни по отношению со всем окружающим миром. Не так ли? Какими же мы должны быть? Вот вопрос, который я предлагаю для этой проповеди. Какими же мы с вами должны быть? Но прежде всего я хочу вам сказать то, что не делает нас особенными. То, что не отличает нас и не выделяет нас в эту категорию людей, которые готовы к встрече с Господом. Я скажу вам, что нас не отличает наша принадлежность к какой-то динаминации. Послушайте, нигде в Библии нет такого учения, нет даже фразы какой-то подобной, которая бы говорила о том, что, например, православные будут готовы к встрече с Господом. Или католики, они в более привилегированном положении. Или пятидесятники, они чем-то лучше, потому что их название со дня пятидесятницы. Или баптисты, они как-то выделяются, потому что их название от того, что полностью они погружают человека под воду, посвящая его Господу. Нет таких названий в Библии. Ни католиков, ни православных, ни пятидесятников, ни баптистов, ни буддистов, ни еще каких-нибудь, мусульман и тому подобное. То есть нет таких названий. И я удивляюсь, а почему так много иногда вот этих разговоров вокруг, допустим, но меня откровенно удивляет, когда человек говорит, я православный, поэтому, я православный, со мной все в порядке, а ты не православный, поэтому между нами дистанция. В Библии нет такого учения. Нас это не может никак выделять из всех и отличать. Точно так же нас не отличает, если мы ходим в церковь, если мы делаем какие-то добрые дела. Вы скажете, да это понятно, это понятно, только я не совсем пойму, почему иногда жены так рьяно тащат своих мужей в церковь, как будто от этого все изменится, как будто от этого мужья, их как-то станут ближе к Богу, и для них как-то будет хорошо. Если мы понимаем, что не в этом суть, может быть, не с этого стоит начинать. Тогда вопрос, с чего стоит начинать? Что же на самом деле отличает нас по-настоящему? Вы скажете, мы христиане, мы верим в Бога. Если вы знаете Библию, то я думаю, вы уже догадываетесь, что я могу вам ответить. Написано, и бесы веруют, и трепещут, ожидая этого праведного Божьего суда, который однажды наступит. Тогда чем мы должны отличаться? Если даже наша вера в Бога, она не отличает и не выделяет, и не делает нас готовыми к встрече с Господом. Что же нас отличает? Я боюсь вам говорить об этом. Пообещайте, что вы не пойдете спать, после того, когда я вам об этом скажу. Пообещайте, что вы не переключитесь на другую программу, на другой канал, и что вы дослушаете до конца. Но я хочу вам сказать, что вы должны отличаться своей личной праведностью. Я не знаю, какая там реакция. Как бы мне хотелось видеть всех вас и услышать «Аминь!» Потому что это истина, об этом говорит Слово Божье. Послушайте, 165 раз только в Новом Завете употребляется это слово «праведность», «праведный», «праведно». В общем-то, одно и то же практически греческое слово, которое употребляется в разных вариантах. 165 раз Новый Завет говорит о том, насколько необходимо нам быть праведными. Вы скажете, подождите, мы праведные, с нами все в порядке, надо просто поверить в Иисуса Христа. Для Него это было, конечно, трудно. Он пострадал на кресте, для Него это было невыносимо, тяжело, но для нас все просто. Мы должны поверить в Иисуса. И все, мы спасены, мы праведны благодаря пролитой крови Иисуса Христа. Серьезно думаете так? На самом ли деле этого достаточно, чтобы нам быть готовыми к встрече с Господом? Достаточно ли, что Иисус Христос пролил свою святую кровь за наши грехи? Тогда почему так много Писание говорит о том, что нам надо стать праведными? Дорогие, послушайте, Писание говорит, праведный верою жив будет. И мы часто делаем акцент на вторую часть этого стиха и говорим, что верою жив будет. Нам достаточно верить, но подождите, здесь Слово Божье говорит о том, что праведный верою жив будет. Только праведный может по-настоящему верить. Неправедный не способен верить. Неправедный не способен доверять свою жизнь Господу. Именно праведный верою жив будет. Послушайте, второе послание Коринфянам, пятая глава, двадцать первый стих. Ибо не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Итак, Иисус это путь к нашей праведности. Иисус это возможность наша стать праведными. Еще раз, Иисус это путь к праведности, а не возможность оправдать свои грехи. Вы скажете, ну как же, ведь мы оправдываемся, мы же оправдываемся, мы оправдываемся в тот момент, когда приглашаем Иисуса Христа в свою жизнь. Это правда. Писание говорит, благодатью вы спасены. Мы никогда бы не смогли оправдаться перед Богом. Мы никогда не смогли бы заработать это правильное положение перед Богом. Мы никогда бы не смогли сделать что-то, чтобы быть достаточно хорошими по отношению к Господу, чтобы иметь эту связь, эти отношения с Ним. Да, только благодаря Иисуса Христа, Иисусу Христу, только благодаря тому, что Он пришел на эту землю и взял наше наказание на себя и пролил свою святую кровь, Он оправдывает нас и делает нас способными жить в единстве с Ним. Но здесь не должна стоять точка. Вот о чем я хочу сказать. Этого недостаточно, потому что точно так же, как недостаточно было Лоту просто быть праведным в душе своей. Точно так же, как Он однажды все потерял, просто потому, что находился в том удобстве, которое избрал. Точно так же и нам сегодня нужно использовать эту возможность, чтобы стать праведными. Дорогие братья и сестры, Иисус Христос пришел в нашу жизнь не для того, чтобы просто узаконить грехи и сделать нас оправданными. Он пришел в нашу жизнь, чтобы вселиться внутрь нас, чтобы изнутри вычистить нас, чтобы удалить от нас как можно дальше всякий блуд, всякий грех, всякую нечистоту, всякое зло, всякую ложь, всякое корыстолюбие драгоценное. Я думаю, нам надо это очень ясно слышать и очень ясно понимать, что общего между тьмою и светом, что общего между праведностью и беззаконием, что общего между Иисусом Христом и дьяволом. Если мы пригласили Иисуса Христа в свою жизнь, оправдываемся Его кровью и продолжаем жить в грехах, что-то перепутано, это невозможно, это недопустимо, вы скажете, я оправдан, я прощен, и есть сегодня достаточно много учений, которые именно так говорят, я считаю, это лжеучение, потому что, послушайте, послание к римлянам, восьмая глава, ох, таких мест очень много, и нам не хватит сегодня времени, чтобы все это перечислить, но апостол Петр говорит, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершвляете дела плотские, то живы будете, это Новый Завет, это послание апостолов, причем послание к римлянам, оно не такое не спонтанное, как вы наверняка знаете, оно доктринальное послание, апостол Петр, апостол Павел, точнее, который писал это послание, не смог быть в Риме, он не знал, по большому счету, многих этих людей, и он писал им, выверяя каждое слово, послание к римлянам наполнено местами писания, которые говорят, что нам надо очиститься, нам надо использовать эту возможность, которую дал нам Христос, чтобы стать праведными, точно так же, как Он праведен, наше призвание не в том, чтобы получить оправдание даром и остаться в Содоме и Гаморе, с нашим неизмененным разумом, с нашими плотскими похотями, желаниями, план Божий в том, чтобы мы, приняв спасение даром, сделали все, что от нас зависит, чтобы очиститься и стать подобными Господу, который святой, который праведный, на небо которого ничто нечистое попасть никогда не сможет. Пятая глава послания к римлянам, ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более тем, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни через единого Иисуса Христа. И вот то, что произошло в нашей жизни, через то, что Иисус Христос пролил свою кровь, мы получили эту способность слышать Бога, мы получили эту возможность быть близкими к Ним, мы получили возможность царствовать, над чем царствовать, я уверен, что речь идет о том, что мы должны царствовать над греховной природой, мы должны царствовать над своими похотями, над своими мыслями, подчиняя все Иисусу Христу, это наша власть, но дальше следующий стих говорит вот о чем, вот о чем речь, об этом говорит апостол Павел, что мы, приняв эту благодать, этот дар праведности, теперь имеем власть, чтобы становиться праведными. Еще раз, апостол Павел говорит о том, что мы, получив этот подарок, этот дар праведности, это правильное положение перед Богом, эту способность слышать Бога, иметь Его Духа Святого, иметь Его силу, которая выступает против грехов. Мы, получив это, теперь должны приложить все старание, чтобы очиститься, чтобы этих грехов не было больше внутри нас. Я удивлялся, читая послание к римлянам, почему апостол Павел уделяет так много времени грехам, начиная с самой первой главы, просто представляясь, откланялся, сказал, кто он, сказал, что он их любит, поприветствовал и сразу в этой же первой главе он говорит, что люди, которые не заботятся иметь Бога в разуме, они исполнены всякой неправды, и он перечисляет весь этот перечень, я хочу вам перечислить его сегодня, всякая неправда, сегодня непонятно, где правда, где неправда, сегодня, я буквально вчера участвую там в переписке с одноклассниками, там у нас есть чат с одноклассниками, и одни скидывают значит, такая фотка, там президент нашей страны с другим чиновником, не буду говорить имена, и написано, что этот чиновник поставлен президентом над пенсионным фондом, то есть он теперь будет этим управлять, и там дебаты определенные, скидывает буквально через полчаса другая женщина ту же самую фотку, точно так же все красиво оформлено, и написано, что президент Путин уполномочил этого же чиновника, но совершенно в другой ответственности, и они начинают смеяться, и говорить, как это возможно, как можно верить, и потом призывы друг к другу, не верьте девочке, мальчике, интернету, не верьте ничему, сегодня в этом мире верить никому, ничему, невозможно, да, это состояние этого мира, где кругом предательство, где кругом ложь, обман, и где этот лож и обман становятся нормой, просто нормой, сегодня это время, где честный человек, он чуть ли не умалишенным считается, как можно жить в этом мире и быть честным, ты о чем? Дорогие, мне так хочется, чтобы эти вечные ценности, они обновились в нашей жизни, апостол говорит, что они исполнены всякой неправды, блуда, если вам нравится похоть, если вам нравится порнография, если вам нравятся какие-то полнообнаженные или обнаженные тела, посмотрите, почитайте 18 главу книги Откровения, почитайте, чем будет закончена история с великой блудницей, блудница, это некрасивая девушка, блудница, это страшный демон, который приносит грех в жизнь человека и в результате убивает, насилует, разрушает семьи, оставляет детей сиротами, это страшный демон, который совершенно не выглядит по-настоящему красивым, надо это понимать. Дорогие, Писание говорит, что похоть, зачав, рождает грех. Ну да, это понятно, мы боремся как можем с грехом, ну конечно, мы делаем все возможное, но послушайте дальше, сделанный грех рождает смерть, это послание Иакова, 1 глава, 14-15 стихи, сделанный грех рождает смерть, в грехе нет благословения, никакой грех, маленький или большой, не проходит бесследно, то, что вы приняли оправдание Иисуса Христа от грехов своих, не делает вас защищенными, если вы начинаете грешить, если вы продолжаете грешить, если вы остаетесь в похоти, вы питаетесь смертью, не надо далеко ходить, я сегодня смотрю на моих друзей из прошлого, так сказать, потому что есть моя жизнь, которая делится на две части, есть жизнь до того, как Иисус Христос пришел в мою жизнь, и это прошлое моя жизнь, и есть настоящее и будущее, это то, в чем я нахожусь, и где я буду всегда в отношениях с Господом, так вот, если я смотрю на мою жизнь из прошлого, на моих друзей, знакомых, которых многих сегодня нет в жизни, потому что грех своровал у них жизнь, практически все семьи разрушены, сегодня нам по 50 лет, последний раз я с ними виделся 35 лет назад, мы все были полны идей, фантазий, каких-то перспектив, сегодня кого-то уже нет в живых, и нет никакой перспективы, многие семьи разрушены, у кого-то кто-то третий, второй раз женатый или замужем, и там дети, и там дети, столько слез, столько боли, я слушаю, я слышу их, они, похоже, даже не понимают, я думаю, слава Богу, может быть, что до конца не понимают, потому что сердце может разорваться, когда ты думаешь, что у тебя там ребенок без тебя живет, как-то сам там, девочка, там девочка, там девочка, я слушаю, мне больно, мое сердце разрывается, дорогие, грех никогда не принесет тебе благословения, когда Бог призывает тебя удаляться от греха, Он призывает тебя удаляться не от удовольствия, Он призывает тебя удаляться от смерти, от смерти, если ты пригласил Иисуса Христа в свою жизнь и получил дар праведности, то у тебя в голове все должно поменяться, ты должен начать видеть все Божьими глазами, ты должен прозреть в том, что в грехе нет благословения, грех приносит смерть, начинается все с желания, просто с желания, у кого нет желания, желания это не особо-то и грех, желания разные могут быть, я чего-то захотел, мне чего-то хочется красивого, мне чего-то хочется вкусного, мне чего-то хочется удобного, так же как Лоту всего этого хотелось, но надо принести желание перед Господом, надо уточнить у Него, это желание Он благословляет, И если да, нет проблем, двигайся вперед, и Бог поможет тебе в этих желаниях. Но если ты будешь понимать, что нет Бога в этих желаниях, что они ведут тебя в этот садом, что они ведут тебя просто в грех, то тогда сделай все, чтобы абортировать это желание, потому что желание может зачать, желание твое внутри может забеременеть, и оно может родить грех. Знай, мой брат или сестра, каждый сделанный грех рождает смерть, и никто не может избавиться от этого. И как бы ты себя ни называл, православный, католик, пятидесятник, баптист, какая разница, как бы ты себя ни называл, не по этим критериям Бог оценивает твою готовность, и твое правильное положение перед Ним, Он смотрит на твою личную праведность. Когда Он открыл для тебя двери небес, когда Он открыл для тебя силы небесные, когда в твоем арсенале есть все оружие Божье, Бог смотрит, что ты делаешь теперь с грехом, ты используешь это оружие, чтобы победить этот грех в своей жизни, или ты продолжаешь устраиваться нормально на этой земле и оказываешься побежденным этими грехами, несмотря на весь арсенал боевой готовности, который Бог тебе предоставил. Что это? Это безумие, если это так. Это абсурд, это так. Поэтому Слово Божье говорит, что знаете, что я не успеваю прочитать вам даже весь этот перечень, вы можете сами дома дочитать его и проанализировать, что в вашей жизни есть, от чего нет, от чего надо избавиться, но Писание утверждает, что делающие так, поступающие так, они не достойны жизни с Богом, они окажутся в смерти, они окажутся в погибели. Писание утверждает, что знаете, никакой блудник, никакой грешник, не буду опять перечислять все, Царство Божье не наследует. Это Новый Завет, это не Ветхий Завет, не надо меня обзывать законником, это Новый Завет, и я люблю каждого из вас. И я говорю это с одной целью, чтобы вы использовали правильно, по назначению, ту возможность, которую Бог открыл вам. Иисус Христос – это путь к праведности, а не возможность оправдаться от своих грехов. Пусть Бог благословит вас. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.